В Госдуму внесен законопроект, запрещающий популяризацию среди детей идеологии бездетности. Таким образом, авторы документа хотят оградить детей и подростков от деструктивного контента. Сразу вопрос, а разве то, что касается темы рождения детей, это детская тема? Дети появляются в результате некоторых таких действий, 18+, контент с которыми и так запрещен для детей. На самом деле, не весь контент про действия, приводящие к рождению детей запрещен для деток. Например, контент про любовь и свадьбу не запрещен. Детская сказка – стандартный сюжет. Когда герой влюбился в красавицу, насовершал подвигов, а потом они поженились и жили долго и счастливо. И в половине сказок не сказано, что там были дети. Так что многие сказки, на которых воспитывались наши мамы и папы, дедушки и бабушки, идут под запрет или под корректировку. А вместе с ними туда же идет и исторический нарратив «Повесть о Петре и Февронии Муромских», который лег в основу праздника «День любви, семьи и верности». Потому что там не сказано, что у князя Петра и княгини Февронии были дети. Следовательно, это явная пропаганда «чайлдфри». То есть любое произведение искусства, где положительный герой, бездетный, может попасть во пропаганду «чайлдфри». Ну почему только художественное произведение? Любая биография, успешного деятеля науки, культуры, искусства или политики, в которой нет детей, это может восприниматься как пропаганда «чайлдфри». Напомню, пропаганда по определению – это распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов, искажений информации или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. То есть правдивый факт о том, что человек не тратил силы и время на производство себе подобных, а потратил их на что-то иное, добился успеха, принес пользу своей стране, а то и всему человечеству – это пропаганда «чайлдфри». И детей от этой информации надо оградить. Те, кто хочет запретить «чайлдфри», причисляют себя к сторонникам православия и традиционных ценностей. А в православии как раз очень хорошо представлена тема «чайлдфри» в виде монашества. Общежитийный монастырь – это большая «чайлдфришная семья». Там все друг к другу – братья или сёстры. Есть ли у монахов в монастыре тайная интимная жизнь или её аналог? Нет ли таковой? Это не принципиально. Главное, что детей у них нет. И свой род они не продолжают. А монастырь, тем не менее, существует веками. Так что для продолжения социума необязательно рожать детей. Абсолютно всем. Достаточно, что даже хоть кто-то рожает и уже хорошо. А ещё в православии есть святой покровитель «чайлдфри» – преподобный Серафим Саровский. Правда, церковь открыта преподобного Серафима Саровского не называет покровителем «чайлдфри». Но этот святой соответствует сразу трём критериям святого покровителя чего-либо. Во-первых, день памяти преподобного Серафима Саровского 1 августа по новому стилю. Это международный день «чайлдфри». Во-вторых, преподобный Серафим Саровский с детства хотел стать монахом и не хотел ни семью, ни детей. И в-третьих, самое главное, преподобный Серафим Саровский организовал огромный женский монастырь в Дивеево, куда брал незамужних и нерожавших девиц. То есть преподобный Серафим Саровский организовал условия для бездетности очень многим женщинам. Нам могут возразить, что уход в монастырь во времена Серафима Саровского и современные «чайлдфри» — это не одно и то же. Но здесь надо учитывать исторический контекст и общественную мораль того времени. То, что делал Серафим Саровский, многим не нравилось, как раз из-за того, что из семей забирались девицы, которые могли бы рожать. И это воспринималось многими, как сейчас «чайлдфри». Считалось, что в монастырь более уместно идти вдовам, которые уже вырастили наследника. А еще сторонники «чайлдфри» выступают за традиционные ценности. И к таковым традиционным ценностям они относят детей. Это вообще-то очень некорректно называть традиционной ценностью детей. Потому что дети — это объект. А ценность — это отношение к этому объекту. То есть дети были всегда, но к ним в разные времена относились по-разному. А разве мы живем в традиционном обществе, что надо следовать традициям? Насколько мне известно, традиционное общество — это когда сын полностью копирует жизнь отца, и дочь полностью копирует жизнь матери. И так из поколения в поколение. И такое возможно только, когда общество не меняется. А у нас не так. Более того, то, что было традиционно на Руси раньше, сейчас является противозаконным. Например, выдать замуж 14-летнюю девочку за стойка, которого она впервые увидит на свадьбе, сейчас аморально и противозаконно. А 200 лет назад это было нормой. Сейчас бить детей аморально и противозаконно, а 200 лет назад это было нормально. Насколько мне известно, есть семейный кодекс, уголовный кодекс, и там записано, что можно и что нельзя. Вот как раз в эти правовые документы и могут навносить разных поправок. Например, могут запретить какие-либо термины или символику. И вместо child free надо будет говорить что-то вроде ответственные родители. То есть мы не то чтобы не хотим детей, мы хотим детей, но только после того, как станем настолько богатыми и духовно просветленными, что сможем дать детям огромный список материальных благ. И духовных тоже. Да, и духовных обязательно. Соответственно, будут возникать новые термины и новая символика, не попадающие под запрещенное child free. Примерно, как в Америке запретили слово негр, и их стали называть чернокожими, потом запретили слово чернокожие, и их стали называть афроамериканцы. Так, наверное, произойдет из child free, если этот законопроект реализуют. Пишите в комментариях, как бы вы предложили назвать child free и бездетность, чтобы сохранился смысл свобода от детей, но вместо отсутствия детей, там звучала бы забота о благополучии детей. Ну, какая-нибудь демагогия про ответственность перед детьми или про подготовку к родительству. Типа, мне за 40, а детей нет. Ну, а я не запрещенная в России child free. Я очень люблю детей, потому и усиленно готовлюсь стать хорошей, ответственной матерью, но пока не готова. И тренируюсь на своих 40 кошках. Ну, примерно так. Вот, посмотрите на нас. Вот мы сейчас не в наших футболках с child free символикой. На заднем плане у нас мягкие детские игрушки. То есть мы очень любим детей, мы очень хотим детей, но только сначала мы разбогатеем, и как у нас будет доход, как у Макса Галкина и Аллы Пугачевой, то мы сразу и из детских домов начнем детишек брать, и суррогатных материалей нанимать будем. Ну, вот, если уж детей заводить, то чтобы они были обеспечены, образованы, медицински обслужены, но не хуже, чем дети Галкина и Пугачевой. Чтобы их не обрекать на несчастное, тяжелое существование, а чтобы им дать нормальную человеческую жизнь, в конце концов. Нормально это по нормам, вот, про кого в глянцевых журналах пишут, вот это норма, если становиться родителями, то только хорошими. Но не хватает некоторых материальных благ, поэтому мы за них вот боимся. Да, выживаем как можем. Ну вот, на этом все, ждем ваших комментариев. Продолжение следует...